Дарковичский дом-интернат для престарелых и инвалидов стал первым объектом, который посетила Ирина Кузьмина, временно исполняющая обязанности заместителя губернатора по культуре и социальным вопросам. В свой визит она начала сообщение с пенсионерами, поинтересовавшись, какие именно вопросы их беспокоят сегодня больше всего. Из беседы с жителями интерната выяснилось, что стариков в основном волнуют мелкие бытовые проблемы. Есть у нас такие предприниматели, которые изъявили желание помочь молочной продукции и фармацевтической. Вот сейчас будут выяснять потребность. Значит, решили мы, что будет мониторинг проводиться, опрос жителей ежемесячный. Не остался без внимания и кадровый вопрос, который, конечно, касается многих социальных учреждений. Дарковичскому дому-интернату необходим медицинский персонал. На сегодня остаются вакантными около ста рабочих мест. Есть кадровые вопросы, которые уже не в состоянии решить ни отрасль, ни тем более директор интерната. Естественно, вот сейчас, собирая информацию, другими словами, монитория и делая анализ состояния учреждений в социальной сфере, я буду доводить до губернатора основные проблемы. Можно уже сейчас привлечь психологов, которые их у нас готовят, и дать возможность им попрактиковаться, а людям пообщаться. Что касается ремонта комнат и помещений, где пенсионеры проводят свое свободное время, этот вопрос руководство дома-интерната пока решает поэтапно, стараясь создавать жильцам комфортные условия. На данный момент в интернате проживают 304 человека. Вообще, плановая мощность – это 401 место. То есть, на сегодняшний день у нас еще места есть. Сейчас мы ремонтируем целое крыло, уплотнили проживающих, расселили их поплотнее. Крыло ремонтируется в конце и сентября будет сдаваться. То есть, там уже у нас улучшенная планировка идет, значит, комнаты между двумя соседними комнатами отдельный санузел. В завершение визита Ирина Кузьмина подчеркнула, что проблемы этих людей не должны остаться без внимания. Это одна из первостепенных задач, на которую нацелена политика региона. Екатерина Зойдина, Андрей Мазунин. События. Дядьковский район.